Всем привет! В этом моем кулинарном видео мы с вами будем готовить брауни с маскарпоне. Этот рецепт прислала мне подруга, и я его еще не пробовала, поэтому сегодня будет, скажем так, дебют. Давайте посмотрим, какие мы будем использовать продукты для этого брауни. Во-первых, нам понадобится мука, понадобится сахар, немного соли, ванильный сахар, один пакетик, три яйца, горький шоколад в объеме 90 граммов, сливочное масло, какао и самое главное, это маскарпоне. У меня маскарпоне нет, но подруга сказала, что можно заменить будет его либо сыром альметте, либо сливочным сыром, либо же жирным незерненным творогом. В моем случае это сливочный сыр, точнее нежный творожный сыр, сливочный виолетто от фирмы Карат. Надеюсь, что понравится, надеюсь, что получится, если нет, то вы об этом, конечно же, узнаете. Вот такие здесь ингредиенты, я подпишу сколько чего надо, и сейчас мы будем приступать к следующему этапу нашего приготовления. Будем делать тесто. Для теста нам понадобится глубокая миска, в которую мы будем мелко рубить шоколад. У меня горький шоколад с 55% какао, можно взять, я думаю, любой горький шоколад. Объем его должен составлять 90 граммов. Также нам понадобится масло сливочное в объеме 200 граммов. У меня здесь пачка 180, ну и я, разумеется, добавлю еще 20 граммов. Что нам нужно будет сделать? Порубить вот этот вот горький шоколад, растопить в кастрюльке, либо же в микроволновке сливочное масло и соединить их вот в этой вот мисочке. Немного подождать и взбить до однородности. Сейчас я порублю шоколад, растоплю масло и посмотрим, что же у нас получится. Итак, я порубила шоколад, выглядит он теперь вот таким вот образом. И сюда нужно добавить растопленное сливочное масло. Я его растопила в микроволновке, добавляю. Нужно подождать по рецепту 30 секунд и перемешать до однородного состояния. Скажу честно, я с трудом представляю, что получится, потому что масло не кипит, масло просто растопленное. Не знаю, что получится. Давайте посмотрим, к сожалению, видеоготовки. Это то видео, в котором дубль может быть только один. Да, мы начинаем мешать. Ну, в принципе, шоколад растворяется. Вот, комочки, правда, появляются. Да, масса становится однородной, надо же не обманули. Нужно перемешивать венчиком, но я думаю, можно спокойно взять миксер. Сейчас я всю эту массу доведу до более-менее однородного состояния. Сейчас проверим, как это выглядит. Как-то вот так, очень даже интересно. Теперь сюда мы добавим, что сюда надо добавить? Сахар. Сахар нужно 200 граммов. Да, представляете, какая здесь огромная калорийность в этом брауне. Это и сахар, и масло, и сыр, и, в общем, это что-то с чем-то. Добавляем сахар, добавляем упаковку ванильного сахара целиком. И добавляем четверть ложки соли. Ну, видимо, чтобы оттенить вкус шоколада. Перемешиваем. Получается такая смесь, как вы можете видеть, повольно жидкая. Ну, туда еще пойдет мука и яйца, и в духовке все это, конечно, будет таким жидким. Далее сюда нужно добавить 60... Нет, врублено 30 граммов, 30 граммов просеянного какао. Так, да, просеем какао. Буду использовать я знаменитую киевскую кружку, хотя такие кружки можно купить где угодно, не только в Икеа. На самом деле просеивается все очень быстро. Прошу прощения за звуки, но, к сожалению, по-другому не получится. Просеиваем смесь и какао с одной простой целью. Нужно, чтобы тесто получилось более воздушным, якобы обогащается кислородом. Это смесь и получается более воздушное тесто. Не знаю, возможно, так и есть. 30 граммов какао мы добавили. Перемешаем. Какао нужно, видимо, для усиления вкуса шоколада, потому что... И для цвета, потому что по вкусу оно не сладкое. Вот, вот что у нас получается. Что-то уже такое вырисовывается, да? Интересненькое. Теперь сюда, в это наше тесто, нужно по одному добавить 3 яйца. И после каждого яйца нужно перемешивать. Для этой цели я сейчас возьму миксер. Разумеется, шуметь в видео я не буду миксером. Просто знайте, что я сейчас буду взбивать по одному яйца. И в промежутках буду перемешивать все это с помощью своего любимого старенького миксера. Так что увидимся тогда, когда мое тесто будет уже в своем составе иметь яйца. Вот так выглядит наше тесто после того, как в него добавили яйца. Еще раз повторюсь, после каждого яйца я тесто перемешивала миксером. И вот, теперь оно выглядит вот так вот. Следующий этап. Сюда нужно добавить сыр маскарпоне. Я беру сливочный творожный сыр. Можно положить туда творог незерненый, жирный. Либо же, как делала моя подруга, добавить туда сыр альмета. Ну, наверное, с маскарпоне получится лучше. Но я вообще не представляю, что такое маскарпоне, чем его едят. 100 граммов... Прошу прощения за эти ужасные звуки. 100 граммов сыра маскарпоне. Добавляем в наше тесто. Потом я все это, разумеется, вымешиваю еще раз миксером. Сейчас так, скажем, формально вмешиваем его в тесто. И добавляем 65 граммов просеянной муки. Сейчас вам придется еще немножко послушать, как работает сеялка. От Икеи берем сеялку, берем муку. Обычная совершенно пшеничная мука, ничего особенного. Начинаем сеять, обогащая кислородом нашу муку. Конечно, все это можно было бы, наверное, как-то по-другому снять. Но, слушай, извините, я небольшой мастер снимать такого плана ролики. Еще раз мы все это перемешаем венчиком и перемешаем миксером. После того, как тесто будет готово, я его буду перемешивать, разумеется, за кадром. После этого я покажу форму, в которой я буду его выпекать и расскажу все дальнейшие действия. Я перемешала тесто. Теперь оно выглядит следующим образом. Оно получилось довольно густое, без комочков. Это очень важно. И теперь я буду выкладывать это тесто вот в такую силиконовую форму. Мазать ее маслом не надо, потому что я ею давно пользуюсь. Но если вы силиконовую форму только-только купили, еще ни разу ею не пользовались, обязательно промажьте ее в первый раз маслом. Стоит у меня эта форма сразу на противне, потому что при транспортировке все это будет валандаться и перетекать. Это, скажем так, неинтересно нам. Давайте переложим этот пирог или что-то браунь наш в эту форму. Вот такая вот довольно густая консистенция, приятная на вкус, не очень сладкая, хотя я думала, что будет сладко. Сыр этот на вкус оказался немножко такой солоноватый, очень тоже мне он понравился. Надеюсь, что такое сочетание будет весьма приятно. Об этом мы узнаем, когда наш брауни будет готов. Как вы видите, он очень густой в форму, принимать не хочет квадратную, но мы его все равно заставим. Сейчас до последней капельки все оттуда вытащим с помощью специальной силиконовой лопаточки. И разровняем, а то что это надо. Можно брать, наверное, было форму поменьше, но у меня или совсем маленькая, или вот эта вот большая. Надо будет какой-то средней формой запасаться, потому что я вижу, что для этого брауни, для этого шоколадного калорийного безумства форма несколько неудобна. Сейчас я возьму какой-нибудь предмет, с помощью которого можно этот шоколад немножко очистить. Вот, видите, остаточки мы тоже сюда положим. Немножко разровняем. Наш брауни готов. Теперь нам нужно духовку зажечь на 160 градусов, ее поставить и запекать брауни в течение 35-40 минут. Я поставлю на 40 минут, через 40 минут выну, и мы посмотрим, что же у нас получилось. Если будет времени мало, если мне покажется, что пирог не готов, то, разумеется, он пойдет в духовку еще на какое-то время. Но обо всем этом я, разумеется, вам расскажу. Так что, до встречи, когда пирог будет готов. Я достала свой брауни из духовки. Держала я его там 40 минут на температуре 160 градусов. И давайте посмотрим, что же получилось. Он в некоторых местах, скажем так, вздулся весьма оригинально, но, думаю, на его вкусовые качества это вряд ли повлияет. Берем зубочистку и проверяем готовность. Как вы видите, тесто не налипает, но в центре можно видеть, что немножко все-таки он как будто немного жидковатый. Вот, вы видите, да, на зубочистке немножко осталось. И еще 10 минут я подержу его в духовке. Вы смотрите каждый раз сами, потому что духовки у всех разные. Это я уже говорила, температура может немного отличаться, поэтому проверяйте. Я оставляю его в духовке еще на 10 минут. Через 10 минут я достала свой пирог из духовки и буду проверять его на готовность еще раз. Опять же, с помощью зубочистки. По краям он готов. В центре он все равно остается немного влажным, но после того, как он остынет, вся эта влажность уйдет и просто он будет чуть более мягкий внутри, чем по краям. Так что я считаю свой эксперимент удачным. Когда пирог остынет, я его разрежу и покажу вам, как он выглядит внутри. Он немного опадет. Видите, что он немножко начинает опадать. И посмотрим, что же у нас получится. Вот так вот выглядит разрезанный уже на части мой браунис маскарпоне. Внутри вы можете видеть, что он немножко такой влажный. Он еще у меня не до конца остыл, но я его уже разрезала и уже попробовала. Вы знаете, мне он понравился. У него очень приятный вкус. За счет, видимо, сыра он такой немного необычный. Какао я бы добавила чуть меньше, потому что немножко все же его вкус проступает. Но в целом, в общем, данное продуктное, данное блюдо мне понравилось. Но готовить его регулярно я бы все же, наверное, не стала. Слишком калорийно, слишком, слишком. Ну и опять же, довольно небюджетно. Хотя, если кто-нибудь вдруг по какой-то причине решит добавить туда маскарпоне, я более чем уверена, что вкус все же будет отличаться. И будет отличаться вкус с творогом. Но у меня вот не было вариантов. Был только вот этот сливочный сыр. И я довольна результатом. Но в ближайшее время готовить это очень калорийное. Но довольно приятный на вкус блюдо я все-таки не стану. Если вам этот рецепт понравился, и вы попробуете его приготовить, то напишите, что у вас получилось и понравилось ли вам. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok